Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Два года назад познакомилась с человеком, мужчином. Поговорили буквально пять минут, обменялись номерами, он звонил, уже писал, но я с ним не шла на живое общение. Вонки были редкими, он с другого города приезжал к родителям. Сам по себе легкомысленный, хорошего ничего не предлагал. Вспомнил я его потом, мы хоть с ним ходили в один детский сад. Через год нашей случайной встречи, у него умерла мама, а еще через год умер он сам. Я почему-то не могу принять его смерть, любого другого человека. Чужого мне, я забуду посочинствовать, а его, как будто не хватает, грустно, постоянно думаю, как бы мне хотелось с ним поговорить. Бред, конечно, но представляю его рядом, разговариваю мысленно с ним. Чем связано, такое сожаление у человека совершенно не с чужим, а главное, мы с ним не были друзья, меня общали, за исключением пары переписок. Ну, я думаю, что есть несколько причин возможных к подобному явлению. Во-первых, я думаю, что в общении с этим человеком вы, вероятно, не всего, и хотели немножко, может быть, немножко больше, чем себе позволило. Давайте, давайте вот так попробуем сказать, ну вот, то есть, значит, что я имею в виду? Да, я имею в виду то, что то, как вы себя с ним вели, вполне может не соответствовать тому, как вам хотелось себя с ним вести. То есть, возможно, вам хотелось, может быть, как-то более активно себя проявлять. Вот, но, значит, в силу, там, некоторых, допустим, ваших ограничивающих установок, да, например, то, что он вам ничего хорошего не предлагал, вот, и от того, например, что вот, как вы говорите, что... он легкомысленный, вот, вы себя сдерживали, вот, хотя, вот, может быть, вам хотелось, как себя проявить. И сейчас очень может быть, что это дает на фабернет, вот, в смысле именно, что... недоверченность, ну, некоторая, некоторая недоверченность, ну, может присутствовать, вот, в том, что вы к нему чувствуете. Второй момент заключается в том, что, может быть, человек, несмотря на свои действия, да, несмотря на то, что он был таким... таким, каким он был, вот, он тоже сумел зацепить в вас, ну, что-то такое, чего вам, например, самой хотелось. И вот, ну, то есть, что это может быть? Это может быть какие-то элементы поведения, то есть, например, если он был легкомысленным, да, то... Может быть это означает, что вам тоже как-то хотелось бы быть более легкомысленным. И где-то хотелось бы тоже вам быть легкомысленным в чем-то. Если он ничего хорошего не предлагал, как вы говорите, то он может быть не предлагал того, что вы ожидали бы от него, того, что вы ждете. Но может быть он предлагал, как вам кажется, что-то искренне. То есть вот эта вот нехватка, да, это вот какая-то искренность может быть того, чего вам не хватает. Поэтому я бы вот все-таки посмотрел бы как-то на то, насколько вы в целом удовлетворены своей жизнью. Вот. И удовлетворены ли вы ей вообще, да? И посмотрел бы на то, вот как вы себя, ну, проявляете, да? То есть вот мне, например, показалось, что человек вы очень вероятно такой достаточно сдержанный. Могу, могу быть не обратно, но вот по описанию, да, вот по вашему тексту я могу вот предположить такой момент, что вы склонны себя сдерживать. Если это, ну, так, действительно, на самом деле, то в этом ничего хорошего нет и быть не может, в принципе, для вас. Потому что сдерживание вот оно и приводит к таким, ну, к таким как раз ситуациям, да, вот, которые вы описываете. Вот эта вот ситуация, такие вот довольно-таки неприятная, вот. Я также думаю, что вам его было жаль, и вам жаль его сейчас. Вот, я думаю, что у жалости есть свои какие-то основания, да? В частности, опять же, вам что-то может не нравиться в нем, да? То есть, что-то вот что-то, чего вы там, ну, предпочитали выдержать подальше. Вот, то есть, ну, вот, вопрос заключается в том, да, что вы, то, что вы для этого делаете. Вполне вероятно, что человек мог официровать себя свидетельством с чем-то таким, и вам хочется оплакать его. Поэтому хорошим вариантом было бы именно разрешить себе оплакать его, да? Вот, 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 вот. Продолжение следует...